Успел провести 14 дней в составе войск СВО и 9 на передовой. За это время младший сержант контрактной службы, санитар-стрелок Тимур Рыгибаев, вытащил из-под огня и спас больше 70 военнослужащих. 42 из них смогли вернуться в строй. Выпускник медицинского колледжа Омского медуниверситета умело применял на поле боя знания, полученные в учебном заведении, оказывал раненым первую помощь и отправлял в госпиталь. Несмотря на то, что после выпуска Тимур выбрал контрактную службу, о врачебном деле не забывал. Участвовал в военной операции в Сирии, был награжден медалью Минобороны, потом принял решение отправиться на Украину. Вернуться было не суждено. Я, как мама, пыталась его отговорить, на что сын мой ответил. Мама, ты знаешь, что в начале операции погибли 20-летние ребята и лучшие командиры, которых я знал. Они должны жить, они молодые, они жизни не видели. На что я ему сказала, ты мой единственный ребенок, у меня больше никого нет. И мой сын ответил, эти слова у меня каждое утро, когда я просыпаюсь, я слушаю его голос. И он говорит мне, мама, я должен исполнить свой воинский долг. Опытный военнослужащий героически погиб на территории ЛНР. В памяти выпускники на стенах его родного медицинского колледжа установили мемориальную доску. Она стала третьей, первая народному артисту РСФСР Амичу Петру Некрасову. Другая участнику войны в Афганистане и тоже выпускнику колледжа Владимиру Митяеву. Доска с изображением Тимура Рыгибаева расположилась по центру. Хороший парень, спокойный. Вот знаете, с одной стороны таких тысяч, а с другой стороны в условиях каких-то чрезвычайных, в минуты опасности эти тысячи становятся героями. Мы гордимся, что это наш выпускник, что у нас есть такие парни. Сдержать слезы на церемонии открытия мемориальной доски не смог почти никто. Особенно слова мамы погибшего бойца тронули студенток медицинского колледжа. Конечно, грустно на душе и больно за такого человека, но тем не менее, сейчас во мне гордость за этого человека, что он просто спас 73 человека. На такое вообще не каждый способен. И гордость, и только гордость я испытываю за его поступок. Церемония завершилась минутой молчания и возложением цветов.